В ГОСТЯХ У ЕЛЕНЫ Доброе утро, страна! Приветствую вас, дорогие мои друзья! Вы на канале В ГОСТЯХ У Елены. И я снова на даче, на своей любимой даче. Чувствую себя здесь прекрасно. Даже не ожидала, честно скажу вам. Приехала из деревни, из, как говорится, своей деревни. В общем, вы в курсе. Я вам показала теплицу. И не одну. Но здесь, конечно, воздух, я вам скажу. Не знаю, хоть и нет цивилизации, друзья мои, но я хочу вам сказать, что здесь прекрасный воздух. Так тихо, так спокойно, я не знаю. Ну, не знаю, какая-то другая атмосфера. Вон трясогузочка там бегает, вон. Туда-сюда, туда-сюда. Прекрасно здесь вообще, дышится прекрасно. И снова у меня все цветет, все питунечки цветут. Спасибо, дорогой тетей Валечке, за полив. Вчера вечером мы приехали, я вот поливала, там у меня ведерочка стоит, набранная с водичкой. Артем у меня вечером уехал, потому что ему на работу утром сегодня. Красота неизменная. Вообще. Ничего не меняется. Он у меня успел постричь, постарался, не очень аккуратно, говорит, но я не хочу оставлять тебя в бурьяне, а здесь реально за две недели бурьян приличный был. Не такой уж и большой, но тем не менее, даже цветочки и то, как-то так не выделялись, клумбы. В общем, вот такие дела. А я завтракаю. Завтракаю, вяжу, читаю. Как обычно, вы все знаете, это я утром делаю обязательно. Без этого никуда. И сегодня у меня каша вот такая замечательная. На воде и чуть-чуть сливок я добавляю. Ржаная. Ржаные хлопья. Вот, видите, вот такая каша. Обожаю просто ее. Вообще, я разные каши ем. И кусочек маслица здесь. Здесь вот у меня мой любимый кофе, Мараца, который я привезла от сестренки. Она мне из Италии. Обожаю его. Мы и тут его покупаем. И кусочек хлебушка бездрежжевой с маслицем. Обязательно нужно. Я вам в этом влоге обязательно покажу вязание. Вот, что я вяжу и сколько связала. Или отдельно сниму. Скорее всего, отдельно сниму влог. Вот. Буду заниматься сегодня цветами. Буду заниматься консервациями. Покажу вам томаты. Повзвешиваю их опять. Сейчас сниму немножечко вам. Переобуваюсь в сад. Чуть-чуть для утреннего настроения. Пока у меня горячее все там пусть остынет. Пожалуйста, газание цветет. Красота. Смотрите, как шикарно цветет фуксия. Просто бесконечно цветет. Вот. У меня их три вида. Посмотрите, это какая крупная. Вообще крупнючая. Какие колокольчики. Это круглая. Она в одном горшке две посажена. Это высокорослый куст такой. А это свисающий. Чтобы было красиво, я так посадила. Вот они. Очень красивые. Пиларгушечка моя. Вот такая красивая. Здесь в одном горшке два цвета. Вот такой и вот такой. Этот горшок вот такой красивый. Бальзаминчик. Бальзамин у Уэллера. Посмотрите, Ванька мокрый. Какой шикарный. Это махровый. Там у меня есть не махровый. Вот такая замечательная пиларгушечка. Смотрите, какая красивая. Вот фуксия. Вот еще Ванька мокрый, обычный. Не махровый. Газания. Это тут питуньки. Львиный зев уже пора обрезать. Питуни здесь так разросли, что закрыли мне львиные... Ой, Анютины глазки. Это астры. Посмотрите, какая красота. Надо поработать немножко над питуньями. Потому что они... Ну, чуть Валя поливала. Она говорит, я не сильно поливала. Ну, по чуть-чуть. Главное, чтобы не умерли. Потому что у нее свой сад. Смотрите, какие шикарные. Такой вот сорт. Просто шикарнючий. Такой сорт здесь у меня. И попалась я, конечно, не сажала. Вот розовый. Но это, видимо, один кустик попался. Это роза принц... Ой, ромашка принцесса. Мини. Шикарная тут. Здесь вот так вот попалась. Просто розовая. А так я посадила вот чернильные два цвета. Ну, вот таким кружком здесь посадила. По кругу. Вот. Здесь вот тогда, когда ураган мне питуньи попереломал, я убрала. Эустома. Кое-какая так себе. Но вся в бутонах. Вот она. Вся в бутонах. Такие вот метелочки. Вот. Видите, бутоны кругом одни. Здесь бутоны красивые. Ну, здесь вот, видите, уже высохла, уже отцвела. И там дальше она. Ее очень много у меня. Вот этот куст питуньи и этот настолько прям разросся. Хочу сказать, что она приподнялась, потому что воды мало было. А так-то, в принципе, она должна лежать. То есть плетистая по земле. Вот. По земле. Это очень хороший сорт. Потом как-нибудь вам покажу. Ну, и здесь все. Красиво все. Посмотрите на георгины. Какие они шикарные. Вообще просто нет слов. Леотрис. Бальзаминчики тут. Вот. Вдоль дорожки. Вот такие они красивые. Разного цвета. Тут разные. Веселые ребята. Вот эти, видите. Каких только нет. Мини они. Бархотки цветут красиво. Вот. Очень красиво. Радует. Посмотрите, как цветут гладиолусы. Вообще красовонные. Надо еще их подвязать. Которые цвели подстричь. Такая вот клумба замечательная. Георгины разные здесь. Ценерария, посмотрите, серебристая. Как подбивает красиво. Очень красиво. Пархотцы все разрослись. Гацания. Высокая гацания. Низкая. Вот. Видите, какие красивые. Здесь вот посерединке у меня гацания. Вот так идет прямая такая линия. Дальше округляет ценерария. И здесь ценерария округляет. Вот. Такие еще георгинки здесь повыше. Очень красиво. Очень. Вот большое кустище георгин весь в бутонах. Это клубневый. И посмотрите, какая красота. Вот надо уже отсветшие отрезать. Очень красивые. Они все-все прямо идут цвести. Видите, какая начинает открываться веточка. Смотрите. Вот моя рука. Моя рука. И вот цветок один. Видите, какой. Очень красивый. Я обожаю просто гладиолусы. Это графированные. Смотрите, какие они красивые. Бахромчатые такие. Желтые, разные. Вот, смотрите, здесь уже вот тот, который был там. Смотрите. Смотрите, что творится. Какая красота. Но тут два связанных. Я разделю. Получается, вот они. Видите, розовый. Даже три. Надо сейчас разобраться. Вот розовый раскрывается. Ой, здесь пчелки бегают. Надо позаниматься с ними. Посмотрите. Просто обожаю. Очень люблю гладиолусы. Некоторые говорят, что с ним возня. Там сохранить. Ничего подобного. Никакой возни. Прекрасно они все сохраняются. Желтые. Вот это желтые. Это вот салатовые графированные, которые я покупала на сайте Семь Семян. Такие салатовые. Будут открываться. Смотрите, какая. Как сын у меня говорил, не как сабли. И даже земляничка цветет под яблони. Вот там вот. В общем, все хорошо, мои хорошие. Все хорошо. Прекрасно. Вот хочу вам показать лаванду, которую я вкопала на одну треть или даже на половину можно вкопать. Это создает комфортность, когда вас нет, чтобы ваши горшки вот там в земле набирали водичку. Там обязательно должен быть дренаж. Вы проливаете, и там держится водичка, влага и кормит ваши растения. Посмотрите, они пустили уже цвет. Будет цвести. Это та лаванда, которую мы с вами сеяли. И мне кто-то говорил, что в первый год не цветет лаванда. Не знаю. Все сорта, которые посадила, друзья мои, вот они все набирают цвет. Вот. Если вам не видно. Посмотрите. Вот. Вот они. Все будут цвести. Здесь тоже упала петуня. Не знаю, хочу ее отсюда убрать, ибо она мешает многим растениям. Сейчас, секунду. Вот еще лаванда. Вот она вся в цвету. И сейчас покажу вам там еще маленькая лаванда. Так, розы просто сказочные. Цветут, цветут, цветут. Вообще, очень красиво. Очень красиво. Здесь я доделываю. Видите, сколько уже сделала. И так пойдет дальше. Цветник будет дальше. Вот. Петуня бордовая тоже обрезать надо. Красота какая. Вот сальвия цветет. Ой, много цветет. Сан-Виталия. Смотрите, как цветет красиво. Это мелкие подсолнушки. Для Альпийской горки. Посмотрите, сколько. Оно просто сказочно. Обалдеть. Смотрите, как роза цветет. Мои флорибундочки, красотульки. И вот усыпанные, усыпанные. Посмотрите. Смотрите, какая красота. Смотрите, сколько веточек. И внизу даже веточки. Внизу даже веточки. Вот они. Куст очень красивый. Посмотрите на эту плетистую. Посмотрите, что творится. Вот. Видите? Солнышко бьет. Не очень видно. Смотрите, веточки какие. Вот. Вот она. Вот по такой вот ветке. Видите, она как? Она махровая-примахровая. И вот там. Вот веточка. Вот такими вот она веточками. Посмотрите, сколько бутонов. И потом вот так вот раскрывается. Вообще. Очень шикарная роза. И львиный зев. Смотрите, какой красивый. Клубника со сливками. Вот он. Какой красивый. Казани. Красотулька куст. Посмотрите, как там старательно работает. Дружочек. Вот такое утро. Сальвия голубой инии. Посмотрите, какой красивый. Не знаю, почему его называют голубой инии. Потому что она сиреневая. И даже сами побеги сиреневые. Посмотрите. Длинные. Сантиметров 30 не распускается. Я обожаю сальвию. Гляньте, какой куст у меня. Потом вот эти вот я отрезаю. И как сухо цвет. Реально, смотрите, идет зеленая полоса. Потом раз, резко. Вот эти побеги идут. Вместе с... Ой, очень. Тут тоже шмели, пчелки. Ой, красота. Альпийская горка моя тут. Вся расцвела. Вся зацвела. Вся. Вау, вау. Там огородишек тоже все прекрасно. Астры вот. Кучка астр. Ранние цветут. И поздние будут. Очень красиво. Очень красиво. Я дохожу вам. Закрыла вся Сан-Виталия. Закрыла эту лаванду. Даже самая последняя голубая лаванда. Вот она. Ну, вы видите. Вот. Вот. Помните, она долго всходила. У них схожесть не стопроцентная сразу. Они всходят потихонечку. Все-все семена зайдут. Вот Сан-Виталия все закрыла. Поработаю я немножечко здесь. Так. Это у меня астроальпийская. Белая. Много ее. Ромашка уже набирает. Ромашки у меня много цвета. То есть еще будет у меня красиво. Сан-Виталия здорово разрослась. Вот. Так что вот. Потом вот так вот эти веточки я сорву и тоже посушу. Укрою лаванду. Хочу несколько кустиков забрать домой. Потом расскажу вам, как это будет. Ну и вот здесь. Тоже всего полно. Поливать надо. Видите, как закрыла. Питуньи, конечно, красиво. Ну, не знаю. Оставлю еще немножечко. Ну, а тем не менее, половину надо поубирать. Вот сейчас у меня в саду. Слышу иногда говорят, что часто не хватает голубого цвета. У меня есть сейчас очень много голубого. Значит, цвета. И сиреневого. Видите, какая красота. Очень много леотрис сиреневый там. Питуньи. Потом сальвия. Посмотрите, как красиво все цветет. Все благоухает. Все благоухает. Все благоухает. Вот так вот. Вот балкончик мой, так я его называю, весь по-прежнему. Сегодня вечером буду обрезать отсветшие, потому что их много. Вот так красиво. Там баночки уже готовятся консервироваться. Костерочек наш пустует. Тоже пойдет в дело скоро. В общем, вот так. Посмотрите, азарина тоже сиреневый цвет. Очень много сиреневого цвета. Лобелечка вот голубая. Смотрите, голубой фонтан. Цветет. Я закрываю тут, конечно. Видите, все как цвело, так и цветет. И табак. Красавчик. Посмотрите на азарину. Я же вам говорю, посадите. Она оплетет все. И тоже очень быстро. Она наподобие ипомеи. Но ипомея так много цветов все равно не выпускает. Видите, как работают пчелки. Посмотрите, как шмелики. Вот, что творят. Полетел дальше. Вот такие дела. Какая красота. Хочется жить, хочется творить, хочется радоваться. Обожаю. Обожаю жизнь. Жизнь прекрасна. Посмотрите на колиусы, какие красивые. Какие кусты красовенные. Гвоздика. Гвоздика лилипота. Цвела уже все, обрежу. Вот еще колиусы. Смотрите, какой красивый там. Видите, краснючий. А тут ромашка тоже вот скоро. Такой кустище будет красивое. Лобелечка по камням. Это сиреневый фонтан. Очень красиво. Все красиво. Я очень рада. Сейчас немножко... Вечером я буду полоть. Вечером буду это все делать. А вот эта ромашка принцесса. Мини. Она очень красивая. Она над силой 25 сантиметров. Девчонки, очень красивая. Это рассадой. Все, что здесь есть, все я посадила рассадой. Здесь ничего не было. Это все посажено рассадой. Луковичками. Кловни луковичками. Здесь не было ни одного цветочка. Так что вот так. Такая вот красота. Такая тишина. Так люблю. Никто меня не трогает. Все постепенно. Все тихонечко. Все это я опять приведу в порядок. В загородном доме тоже постаралась привести в порядок. Очень постаралась, что могла, по силам. Там тоже жара держалась ужасная. А мне все это противопоказано. Вы меня простите, что я часто говорю слово вот. Но у каждого человека есть, как говорится, слово паразит. У каждого. Пусть не вот, а что-то другое. Поэтому как-то так. И как-то так тоже идет. Это для связки слов, как говорится. Для разговора. Потому что мы простые люди. В простоте общаемся. Вот. Вот и сказала вот. Ну да ладно, девочки. Ничего страшного. Я так думаю. Это, конечно, радостно, что Бог одаривает нас замечательной погодой. В принципе, так жарко и хорошо. Но там, понимаете, там вот эти болота. Там торф, торфянник. Этот завод. Там все. Прямо за нами. Конечно, он дает жару. Даже не ожидала, если честно скажу. Вот нисколько. И очень огорчена. Очень. Потому что приходится бросать сад, огород, где я трудилась. Особенно новый участок, который мы приобрели. Он в порядке. Мы его приводим в порядок. Приезжаем, стрижем. Работаем. Все. Это никуда не денется. У нас там есть замок и на теплице, и на калитке. Оно прямо перед домом. Там родители живут в доме. Они за этим... Зазвонил телефон, и я отвлеклась. Вон бусинка пошла. Я закончила на том, что очень хорошо, что Бог дает нам такую погоду. Потому что в прошлом году были дожди, была ужасная влага. В общем, мучились просто с урожаем очень сильно. Поэтому спасибо Господу за все. Нам живым не угодишь. То холодно, то жарко. Я, например, за все благодарю Бога. Конечно, неприятно, когда плохая погода. Но что делать? Надо перебарывать себя и не роптать. Я уже выдернула. Не смогла вот это вот здесь выдержать. Потому что лаванда закрывается. А она сейчас набирает вот такие бутончики. Уже показала. Видите, какие горшочки красивые. Когда я их заберу домой, я вам покажу потом. Вот, мальва. Красота. Вот. Это рассадой. На следующий год зацветет. Очень красивая. Многолетняя. Вот. Ну что ж, я сейчас пойду. Буду снимать вам рецепт сегодня кабачков. Так и называется. Вкусняшки он будет. Заходите в плейлист заготовки на зиму. Там вот мой отдых. Видите, я себе поставила. Покушала уже. Корзиночку вязала. Вот. Тенечки все делаем. Все. Пора работать. Буду делать кабачки. Благо их очень много. И, конечно, буду стараться вот по кусочку в дачный влог, в домашний вот эти влоги собирать вам. Но не забывайте, переходите в заготовки на зиму. Буквально под каждым видео есть ссылочки на рекомендуемые мною, значит, плейлисты. И нажимайте на плейлист, заходите. И с правой стороны у вас, пожалуйста, все рецепты находите. Это очень-очень просто. Вот. Так что пойду готовить. Смотрите, какая у нее шея жирная стала. Она поправилась у нас. Друзья мои, девчули и мальчули дорогие. Вот. Это лишь только небольшая часть, что я собрала перцев. Оставила вот таких вот бурых, если вы видите. Видите, они буквально... Я вам снимала в первый день, показывала видео. Тепличку с перцами. Вы, конечно, мне... Я еще раз хочу извиниться перед вами. Видео отснято было очень... Ну, нехорошая съемка. Просто там была ужасная жара на улице 30 градусов. И мне там крутится. Вы сами видели, какой лес. То есть не посынковалось. Вы сами видели. И мне было очень сложно крутиться. И хотелось вам показать все. Потому что многие из вас просили прям показать теплицу. И немножко показала, как можно посынковать. Хотя бы маленькую часть. Потому что у меня уже есть видео. Но, тем не менее, я... Ну, решила показать, что ниже ножки... В общем, ниже развилки. Вся ножка перца. Она должна быть чистая. Она не должна касаться земли. Листья вот эти, чтобы не были. Чтобы внизу было чисто. Чтобы проветривались кусты. Все пасынки убирать. И тогда вы получите вот такой еще лучше урожай. Посмотрите, что творится. Смотрите, я приехала. Тетя Валя у нас. У меня тут соседка. Она поливала. Она посмотрела на эти перцы. Она охнула и охнула. Она говорит, Лена, давай мне семена. И я ей по одному спелому-спелому. Ну, чтобы семена взять, нужен спелый перец. Вызревший на кусту. Вот. И любимый мой Рамира. Не перестаю им восхищаться. Спасибо, дорогой Олечке. Однажды подарила мне вот эти семена. А это оранжевый слон. Вот. Рамира... Это очень острый. Рамира чуть-чуть туповатый. Кстати, мне говорили про покупной Рамира. Он тоже вот... Он не туповатый, он длинный покупной. Я видела. Я вот сверила. А это... Есть кончик, но не резкий. Видите? Если посмотреть вот с этим. Вот. Это желтый слон. Это красный слон. Вот они. Вот эти вот длиннючие. Они очень длинные. Видите, я несу камеру вообще. Конечно, следовало бы измерить, девчонки. Ну, просто некогда. Вот, честно скажу, много всего показывать. И нужно изводить все это. Вот. Вот он тоже. Это оранжевый слон. Вот он. Видите? Вот он тоже. Скривившийся такой. Потому что... Ну, не формировались кусты, и они там позастревали. И вот такие вот... А это... Вот это вот красный меч. Меч самурая, девчонки, называется. Перец. Вот он. Он у меня был не в пакетиках. И вот эти оранжевый слон и красный. Но он у меня был не в пакетиках. Эти семена мне подарила сестра. Вот. Много перчиков можно показать вам. Вот. Вот этот перчик. Это перчик цыганчонок называется. Тоже без семян. Был у меня. Тоже мне дали. Кстати, был у меня перец. И вот забыла. Столько названий. Вы уж меня простите, пожалуйста. Вот. А еще тем более... Таблетки сейчас пьет, когда уехала в город. Они тормозят. То есть в загородный дом. Потому что мне там снова плохо было. И забываю. Они тормозят вообще память. Вот. Когда пьешь. Был такой черный перчик. Если вы посмотрите обзоры, вы увидите. Забыла, как называется. Я его тоже сеяла. И показывала вам. Это надо вырыть. Вот он. Вот. Он такой тупенький. Такой вот маленький. Ну, нет. Он еще как бы покрупнее был. Я имею ввиду, что вот так не длинный. А это вот клубовидный. Это тоже мне сестра дала. Я посеяла. Ну, то есть я вам не показывала. Потому что я не знала, как у меня тут будет вызревать. Вот эти перцы очень хорошие тоже. Вот они идут, спеют хорошо. Прямо их... Нет, это другое. Видите, этот другой. Ну, вот этот. В общем, вот это мне сейчас... Я буду делать, значит, лечо. Вот, скажу быстренько. Это вот желтый, это оранжевый. А этот еще один цвет желтый. Вот их три вида. Желтого цвета. Прямо нежный-нежный желточек такой. Это светло-желтый. Это оранжевый перец. Вот, внутрь. Буду делать лечо. Но я не знаю это самое. Буду снимать. Но лечо у меня уже есть такое. Я буду делать... Ух ты, какой это хороший. Я буду делать другой рецепт лечо. И просто продиктую вам. Вот. Потому что очень жарко здесь. И, в принципе, показывать нечего. Как нарезать, как чистить перчик. Мне кажется, любая хозяюшка знает. И все такое. Вот они внизу. Вот я принесла их. Вот я вам показываю внизу. Они все очень спелые. Это вот такой вот большой ящик. Вот здесь четыре ведра. Вот я собирала четыре ведра. Но они как... Я их острием так тыкала, чтобы они все поместились хорошо. Вот этот перчик очень хороший. Богатырь. Смотрите, какой шикарный. Вот тоже хороший сорт. Богатырь. Если будет у вас возможность, то покупайте. Ну, а вот эти вот гагашары. У меня их очень много разных видов. Желтый, красный, оранжевый. Так что буду заниматься наверху на втором этаже, как я называю, гостиная. Артем смеется. Там у меня все томаты. Опа. Это чеснок. Вот такой вот у меня большой, крупный чеснок. Сорт вообще шикарный. Посмотрите, в руке у меня. Очень хороший. Лук и такой вот крупный. Разный. Разный лук был. Я посадила его немного, потому что рассаду-то всю у меня раскупили. И очень хорошо. Я уехала в больницу второй год, убеждаясь в том, что раз просят рассаду, надо продавать. В прошлом году мне понравилось. Тоже попросили, я продала. Вот. Так было бы в больнице, и кто бы за ним ухаживал. А все ведь требует ухода. Артем один на все не сможет. Ну и баклажаны мои. Баклажаны. Там запекла 4. 4 здоровущих. Вкусненькие такие с чесночком. Вот. Это помидоры я насобирала. Такие, которые на сок идут. Кабачков. Вот видите сколько. Вот эти вот длинненькие. Мел, это тоненькие такие. Я крупные не стала привозить их. Море там хоть бери. Вон скотины нет, жалко. А то б давала скотинки. Вот сколько пропадает каукоза. Я бы сейчас с удовольствием загрузила бы им машину целую. Что там творится на огороде у нас. Так дело в том, что у меня и здесь есть огородик. И здесь есть и огурцы, здесь есть и кабачки. Вот. Тетя Валя, спасибо огромное. Она собирала. Представляете, какая золотая соседка. Мы так подружились. Вот. Она мне у мамы годится. Но она такая тоже любительница. У нас вот как будто вот очень мы похожи. Многим с ней. Она у меня, мне поливала цветочки. Ну, как она говорит, Лена не дала умереть. И слава Богу. Я говорю, спасибо огромное, Валечка. Я хочу сказать, что меня всегда окружают очень хорошие люди. Очень добрые. Бог посылает меня на пути моем. И я за это ему очень-очень благодарна. Вот. Очень хорошие соседи. С одной и с другой стороны. Поэтому она поливала и приглядывала за моим огородиком. Чему я ей благодарна. Очень мы ее полюбили. Она замечательный человек. Ну, и сейчас покажу вам томатики. Что же еще вам показать. Буду делать икру. Буду делать, значит, сегодня лечу. Икры я уже столько сделала, что... Ну, у меня опять-таки мои друзья, те, которые у меня покупали семена, рассаду, они просто попробовали мои консервации и прямо сходу сказали, что будем покупать. Ну, я вам рассказывала о том, что я... И даже показывала, как я солью помидоры в ведрах. У меня их тут же покупают. И прямо съедают они за неделю. Две некоторые за неделю. Вот. Не бойтесь делать в пластиковых ведрах. Они же для пищевых продуктов. И смотрите по знакам. Там и знак есть. Вот из Леруа Мерлен я показывала обзор. И написано на них. Они хорошие эти ведра. Мы же не будем всю зиму хранить. Ну, соленья-то всю зиму все равно не будете хранить. Соленые. Только в бочках большущих. Ну, как бы надолго хватает. Вот. А здесь одно ведро. Вот я говорю, неделя, другая. У меня покупают богатые люди. Хочу вам сказать. Которые не кобычу покупают. Вот честно скажу, вот, как перед Богом. Что богатый человек покупал. Миллионер у меня. Артемин хозяин. Где он работает. И покупает и капусту, и огурцы, и помидоры. Помидор такие, говорит, жизнь не видывал. Потому что они участниками, они очень избирательные. Они вот так вот в супермаркетах, к которым уходим, они там не покупают ничего. И вот однажды я просто дала Артему много различных банок. Он загрузил полумашины. Повез им. Говорит, это от души, от моей жены. Попробуйте, если понравится. Они попробовали, и теперь они мне заказывают. Уже вот третий год. Поэтому даже эти ведра. В магазине-то вы тоже покупаете в пластике? Сколько всего? Покупаете же ведь. Ну, а те, кто не покупает, конечно же, не солить и не делать. Я же никого не прошу. Я просто показываю, как я. И это совершенно безвредно. Вот, соленье вы быстро скушаете. Солите в эмалированных тогда ведрах, кстати. Есть эмалированные ведра. Ну, в общем, друзья, как хотите, так делайте. Я всего лишь поделилась с вами, как я делаю. И не вижу ничего плохого здесь. Так, ну что ж. Сейчас я вам расскажу вчерашний день мой, какой он был. Это уже второй день. Так, вру. Это третий день пребывания. Ну, первый-то мы приехали в пять часов. Пока мы разгружались тут, укладывались все. Артем покушал. Я ему еще быстренько приготовила с собой покушать. Он уехал. Потому что ему на следующий день на работу надо было. А я тут разгребала. И на следующий день утром же занялась огурцами. Потому что я там занималась огурцами. Тоже я вам показывала видео. Я закрутила два захода. Это я вам один показала. Вот я вам перчик показала. Вторую часть видео из теплицы. И, в общем, я там еще занималась. Я там была пять дней. Получается, два дня чисто для огорода. Ну, еще по вечерам остальные три дня. По вечерам я работала. Потому что жара нельзя было мне. А вот день, три дня я занималась консервациями дома. Ну, там хорошо. У нас там в столовой и на кухне есть кондиционер.